Вот первый раз мы поехали в 2004 году. Вот это как раз, да? Вот, да. О путевке в рай она не мечтала. Отдых за границей Ирина Гнатюк не в диковинку. Ездит уже лет 10. Поэтому вместе с мужем в одном из торговых центров охотно заполнила анкету. Через пару месяцев им сообщили, что супруги выиграли приз и пригласили на презентацию. В компании «Люкс Резорт Сервис» их ждали. Речь пошла о клубном отдыхе, так называемом таймшере. Девушка за столом, она спрашивала, в каких странах мы побывали, какая у нас страна мечты. Оль, если честно, я даже не помню, пили мы там что-то или нет. По словам Ирины, более трех часов сотрудники компании показывали им видео из райских уголков и настойчиво предлагали стать членами клуба, который предоставляет апартаменты на самых элитных курортах мира. Стоимость членства, со слов Ирины, более 20 тысяч евро за 20 лет. Ну вот, ну и когда уже в самом конце мы досидели, мы были последние там. Ну вот нам говорят, ой, вы выиграли поездку на Бали, естественно, в неудобное время. Ну вот если вы согласны, ну вот вы давайте, мы вам сделаем скидочку, купите у нас вот недельку, когда вам будет удобно, а к этой недельке еще вот добавляется, ну, подарочная неделька, 730 евро. В итоге супруги отправились в Дубай, однако путешествия остались недовольны. Главная претензия – переплатили за все, что только можно. Поездка, говорят, саратовцы была как минимум на треть дороже, чем у их соседей по отелю. Билеты, визы, питание, ну и кроме того, экскурсии. Таймшер всего этого не учитывал. Кроме того, весь отдых супругам также настойчиво предлагали вступить в клуб пара. Была обязана посетить еще одну презентацию, иначе штраф 500 евро. Таковы условия договора. В Центре защиты прав потребителей клиентов компании «Люкс Резорт Сервис» хорошо знают. За помощью к юристам обратились уже более 10 человек. Все они через суд пытаются вернуть деньги. Они жалуются на то, что их неправильно информировали при заключении договора, либо предоставили неполную информацию. То есть люди понимают о том, что они приобрели не обычный туристский продукт, а по сути таймшер, то есть только услуги размещения в отелях на определенных курортах. Понимают они это уже только, к сожалению, дома. Несколько саратовцев потраченное все-таки вернули, хотя сделать это непросто. В документах прописано, что «Люкс Резорт Сервис» никаких услуг, кроме посреднических, не оказывает. А обязательство по обеспечению отдыха берет на себя иностранная компания, зарегистрированная где-то в далеком Белизе, Центральная Америка. Офис компании «Люкс Резорт Сервис» находится вот в этом здании, на 10 этаже. На входе нас встречают вежливые сотрудники. В интервью не отказывают. Половина четвертого, коллекция? Половина четвертого? Руководство. Однако поговорить на камеру с руководством фирмы нам так и не удается. Все дальнейшее общение с «Люкс Резорт Сервис» происходит за кадром. Начальство отказывается сниматься, дабы нехорошие журналисты не переначали их слова. В приватной беседе говорят приблизительно следующее. Цитирую по памяти, так как взять на встречу диктофона не разрешили. Посредническая деятельность, которой занимается фирма, российским законом не запрещена. По мнению руководителей, компания нисколько не нарушает права клиентов. Ну а если кто-то не согласен, то они готовы всегда пойти на контакт. В Саратове по подобной схеме работали несколько компаний. Он это точно знает. Дмитрий Анпилогов в туристическом бизнесе уже почти 20 лет. Говорит, сомнительные посреднические структуры нет-нет, да бросают тень на отрасль. Мне, что важно, чтобы в нашем городе все было спокойно и хорошо, чтобы наших туристов, наших граждан, наших саратовцев никто не заманивал какими-то непонятными вещами к себе в офис, не опаивал их какими-то напитками и не заставлял подписывать документы на кабальных условиях. Справедливости ради, надо сказать, есть и такие саратовцы, которых устраивает сотрудничество с Люкс Резорт Сервис. По крайней мере, за время работы компании в полицию не было подано ни одного заявления. Хотя, может быть, дело в другом. Тот, кто готов выложить за отдых большие деньги, не хочет публично признавать, что оказался в дураках. Ольга Маркова, Олег Буланов, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.